Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, почему гниют корни у винограда и что с этим можно сделать. Ну, скажем так, ситуация такая, вы купили черенки, хранили их, хранили, потом поставили укореняться, все делали правильно, ваши черенки пустили замечательные корни, даже пробудились почки, вы их посадили в землю и через некоторое время видите, что что-то происходит не то. Ну, первое, как можно познать вообще гниение корней. Мы вдруг замечаем, что в нашей баночке, особенно если она прозрачная, корень начинает темнеть. Но здесь я сразу вас предупреждаю, чтобы вы не путали. Значит, если корень просто темнеет, он может матереть. То есть он просто из яркого беленького, который изначально был, становится коричневым. Как узнать, что корень сгнил? В этом же стаканчике, я не знаю, насколько вам будет видно, но вот здесь возле травинки, может быть и будет видно, вдруг он стал плоский, то есть видно, что все, корень мертвый. Вот этот, он еще живой. Но вот там он уже стал плоский, мертвый. И смотрите, что у нас сверху происходит. То есть если бы корень просто заматерел, да, он стал коричневым, то сверху было бы все хорошо. А тут вы видите, и там плохо, и здесь что-то плохо. То есть растение начинает погибать. Такая же ситуация и здесь. Видите, у нас сверх повял, вроде все хорошо, растение прекрасно развивалось. Но здесь, правда, еще кое-где видны беленькие корешки, но тем не менее, то есть что-то пошло не так. Первый признак – это такие вот темные корни, и они видно, они становятся плоскими. И второй явный признак – что-то происходит сверху. Это может быть не обязательно вот такое увядание, не обязательно вот такое засыхание. Оно может быть даже вот на уровне вот такого чего-то желтенького. И вы понимаете, что с растением что-то происходит не так. Ну и для начала мы разберемся с причинами. Почему такое может происходить? Первая и самая вероятная причина – это перелив. Вы просто растение переувлажнили. Виноград этого не любит, особенно молодой. Часто почему происходит? Поливали через верх, либо все кажется сухо-сухо, мы его поливали. То есть я когда рассказывала про посадку винограда, я рассказывала нижний полив. И его тоже надо контролировать. То есть мало того, что мы могли поливать через верх, переувлажнили, все пошло загнимание. Вторая причина очень сильно связана с первой – это плохая почва. То есть мало того, что мы перелили, у нас еще почва плотная, какая-то может быть немножко глинистая. Либо я вам рассказываю, бывают магазинные почвы такие, они сверху засыхают, становятся коркой, а внутри они очень влажные. И вам сверху кажется, что растение сухое, особенно если стаканчик не прозрачный, а белый. Вы его льете, льете, а оно там гниет и гниет. То есть либо переувлажнили, либо плохая почва, либо все вместе, и начинается гниение. Третья очень вероятная причина, особенно если стаканчик прозрачный, это перегрев корней. Мы ставим его на подоконничек, светит солнышко, особенно если солнечная сторона. Понятно, что любому растению нужен свет, любому растению нужно солнышко, но в разумных пределах. А так мы поставили, я сейчас включу вам маленький кусочек того эксперимента, который я провела на окошке. Итак, смотрите, я наполнила стаканчик влажной землей, поставила его на солнышко. Ну, сейчас уже солнышко немножко повернуло, падает под углом, тем не менее. Что хотелось бы показать? Я не знаю, будет ли видно. Температура 33,8. Ну, было даже 34. Так это еще самое начало марта, и солнце, вот в момент этого замера, оно немножечко под углом падает. А если мы берем, например, апрель, то есть вот мы в конце февраля наши череночки поставили укорениться, они где-то к середине марта укоренились, мы их поставили на подоконничек, пришел апрель, могут приходить очень-очень солнечные дни, и гореть, и перегреваться не только корни, то есть они просто там могут свариться, но точно так же могут повреждаться и листья, потому что слишком ярко, слишком много солнца. Я как-то в одном из видео рассказывала, что в один из таких конца апрельских дней у нас было такое активное солнце, что орхидеи, которые у меня всегда стояли на окошке, у них просто погорели листья, поэтому на это обращайте внимание. И четвертая причина, это слишком ранняя посадка. Я понимаю, что очень-очень хочется поскорее получить какой-то результат, мы поставили на укоренение, у нас еще хорошие черенки, они очень быстро укоренились, но еще короткий световой день, темноватое окошко, пасмурные дни, и растению просто не хватает сил. Да, корни винограда, если мы говорим о большом, мощном кусте, они могут жить и без верха на протяжении некоторого времени. Но маленькая растенница, молодая, она так не может. У него баланс. Корешки берут питательные вещества, тянут вверх, и здесь у нас маленький заводик, который вырабатывает органические вещества, которые спускаются в корешок. То есть есть баланс вверха и низа. И корешки начали развиваться еще в черенке. Хватало питания, хватало запасов. У нас красивые корешки, а если мы еще их стимулировали чем-нибудь, их развилось много-много, а вверху сил не хватает, не хватает света, потому что все фотосинтестические процессы, основные, они проходят именно при свете. Света не хватает, соответственно, питания не хватает, и потихонечку лишние корешки начинают отмирать. То есть это тоже плохо. Ну а теперь поговорим, как с этим бороться, что с этим делать, если вот у нас такое происходит. Ну, конечно, самое простое, то есть если причина, что мы посадили слишком рано и растению не хватает света, это его подсветить. Желательно это делать специальными лампами, но если их нет, то постараться выбрать наиболее такое светлое место в квартире. Ну, либо хотя бы обычными лампами хоть немножко дать вот эту самую солнечную энергию, но она в будущем не торопится, не стоит этого делать раньше времени. Значит, что касается других факторов. Если у нас перегрев почвы, не надо дожидаться его. Мы знаем, что у нас окно очень солнечное, там может быть яркий свет, особенно, знаете, еще бывает такой период, когда было пасмурно-пасмурно, а потом резко такое солнышко. Это плохо. Значит, мы притеняем прозрачный стаканчик, пожалуйста, беленьким чем-то обклейте. Поставьте просто вот белый какой-то листок на уровне стаканчика. И если мы знаем, что будет очень солнечно, либо у вас такое очень солнечное окно, подумайте, и как притянить само окно. Не сильно. Тюлечка, марлечка, что-нибудь такое, чтобы нам давало рассеянный свет, либо снять растение с подоконника и чуть-чуть поставить глубже. То есть вот эти самые убрать. Если причина – это перелив и плохая почва. Ну, понятно, почву мы меняем, и перелив, стараться этого не делать. Но если у нас уже случилось вот такое, что делать с такими растениями? Вариант А – не делать ничего. Если мы перелили какими-то тоненькими палочками, попробовать земельку чуть-чуть порыхлить аккуратно, чтобы не повредить то, что там еще осталось. Ну, скажем так, дать немножко воздуха. И может быть, то есть сейчас все вещи, которые я рассказываю, скажем так, реанимационные мероприятия, ничто из них не даст стопроцентной гарантии. То есть это просто, ну, как какие-то вспомогательные вещи, которые, может быть, помогут растению все-таки выжить. То есть немножечко порыхлили, немножечко дали возможность этой воде испариться. Возможно, что растение вытянет. Если у нас плохая почва, то почву обязательно надо поменять. Но опять же, может, конечно, если мы уменьшим полив, есть шанс, если растение очень сильное, что как-то оно попытается с этим всем побороться. Но, может быть, не стоит ждать. Может, ему стоит помочь, значит, почву поменять. Ну и сейчас давайте я приближу камеру, мы с вами вытряхнем эти горшочки, посмотрим, что там, и примем решение, что с этим можно сделать. Так, значит, мы берем нашу растенец и вытряхиваем его из стакана. Вытряхиваем очень аккуратно, потому что мы не знаем, что там. Может, там уже ничего не осталось, но, может, еще остались какие-то корешки. Мы очень аккуратненько перевернули и аккуратненько, аккуратненько его вытрясли. Ну, смотрите, здесь на самом деле все очень даже неплохо, хорошая, развитая система. Вот, видите, вот он, сгнивший корешок. И вот там есть сгнивший. Мы их аккуратненько отрезаем, лучше ножничками. И такое растенице можно поместить ненадолго в раствор какого-нибудь фунгицида. Можно марганцовку слабенькую, можно еще какой-то фунгицид, но можно этого не делать. То есть просто чуть-чуть ему помочь. Вот видите, вот этот вот у нас сгнил. Ну, дальше более-менее. То есть тут не все так плохо. Давайте сразу посмотрим еще кого-нибудь. Чтобы надпыло с чем сравнивать. Аккуратненько вытрясаем. Ну, тут видно, что была очень мокрая земля, хотя сама по земле земля хорошая. Ну, вот здесь, видите, тоже не все так плохо. Вот этот корешок, вот он сгнил, мы его убираем. Ну, остальные, вот еще один сгнивший. Остальные пока живые. Ну, значит, все. У нас есть шанс. Я пока что их ставлю просто в стаканчик с водичкой, чтобы, ну, не было чем питаться. Ну, еще вот эту давайте посмотрим. Последнюю. Ну, тут тоже, видите, еще не все потеряно. Вот то, о чем я говорила, что даже если мы не будем делать ничего, то теоретически, вот, смотрите, вот это у нас погнившее уже, вот оно плоское. Но кое-где, то есть вот от этого корня, вот он досюда умер, сейчас еще приближу больше. Может быть, так будет лучше видно, потому что я в камеру не очень вижу. Вот здесь корешочки живые, а вот досюда все погибло. То есть досюда обрезаем, и еще у растения есть шанс. Я уже не буду показывать, как я сажу их повторно, ну, почву эту выбрасываем напрочь, меняем на новую, более воздушную. То есть, ну, мы же понимаем, что у нас происходило. если у нас был просто перелив, значит, на ту почву, которая у нас и была. Если мы понимаем, что вот вы достали из горшочка, вы сейчас видите, она такая очень взбитая, она совсем не проницаема для воздуха, значит, добавьте туда опилок, песочка, чтобы она была более воздушная. Видео по подготовке почвы я оставлю. Нажав кнопку еще внизу, сможете посмотреть для тех, кто не видел. И еще один момент, если так получилось, вы достали, а там уже ничего, там все отгнило, ну, тут решение принимайте сами. Если, ну, так бывает, у вас какой-то очень редкий сорт, вы бы очень хотели, чтобы он жил, конечно, не факт. Но, может быть, в таком случае даже не садите его в землю. Возьмите влажный мох, желательно сфагнум, сфагнум сейчас не проблема купить, во всех флористических магазинах он продается, для орхидеи обычно. Увлажняйте его и закручивайте черенок, кладете куда-нибудь на полочку и смотрите, а вдруг, то есть, может быть, у него хватит сил пробудить какую-то спящую почку и пробудить еще какие-то корешки. Потому что, если там уже, если вот у нас, я вам показала, у меня есть корни у этих растений, значит, я просто меняю почву, аккуратненько высажу. Если уже корней нет, все отгнило, ну, еще какой вариант, то есть, мы можем проверить, вообще, жив черенок или нет, секатором по чуть-чуть, буквально по полсантиметрика откусываем и смотрим. Если там уже все сухое, понятно, шансов нет. Ну, если там зелененькое, шанс на выживание есть, значит, в мох положили, и, может быть, что-то еще пробудется, и ваше растение будет жить. Ну, конечно, вам я желаю, чтобы вы никогда с таким не сталкивались, ваши растения росли крепкими, сильными, хорошо развивались. Но, тем не менее, кто предупрежден, тот вооружен. То есть, факторы я вам рассказала, как избежать этого рассказала. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на полезные статьи, полезные видео по этой смежной теме. Ну, а также ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok